Итак, всем привет! Давно я уже не снималась, звезда давно не выходила в эфир. Сегодня у нас суббота, сегодня у нас 6 октября, вчера был День Учителя, кстати, всех учителей поздравляю с праздником. Учителя это... Быть учителем это очень тяжелая работа, недооцениваемая. Высказывалась. Я, как видите, прикрасилась тут немножко, подкрасилась. Мы поехали в Сифолс, мы уже, наверное, 4 или 5 месяцев назад купили билеты на шоу Монстр Тракс. Так, у меня там бардак сзади, не обращайте внимания. Мы купили билеты на шоу Монстр Тракс. Это грузовики Монстр, они там... Не знаю, что это будет такое, это первый раз я вообще туда еду. Мы решили повезти сына, ну и я себя тоже хотела вывести на такое мероприятие, на которое я в фильмах смотрела. И мне очень интересно, конечно, это. Короче говоря, купили мы эти билеты очень давно, и я маме рассказываю... Мало-снимало, меня сынок перебил, потому что у него... Его... Его претцелсы, что-то с ними случилось. Ну ладно. Короче говоря, купили мы этот билет, наверное, 4 или 5 месяцев назад. И я маме рассказываю про это. Я говорю, ничего себе, вы, говорит, купили билет 4 месяца... Ой, 4 месяца вперед, и уже знаете, что у вас будет. Вот, что я хочу сказать, что я заметила, что, конечно, жизнь не то, что предсказуемая у нас стала, но то есть я хотя бы могу построить какие-то планы. Вот у меня родители всегда, сколько я их помню, они когда особенно киоски держали, ну никогда у них никаких планов на такое долгое время, 4 месяца это такой срок же, никогда у них планов не было. Не потому, что они там не умеют планировать, а просто потому, что все настолько непредсказуемо было, и настолько все это... Ну, то есть, знаете, вот может что-то произойти, и ты... Планы все твои нарушатся. Ну и вот. И я просто порадовалась, что такая возможность у нас есть хорошая. То есть спланировать что-то и сделать это. Это очень, как бы сказать, это не то, что на душе спокойно, ну да, это в принципе на душе спокойствие, то есть что ты умеешь, что ты можешь построить какие-то планы, что у тебя дела, что ты каких-то целей добиваешься, ну там в какой-то промежуток времени. Ну вот, я бы про это хотела сказать, что люди могут строить планы. Я не знаю, что это конкретно в Америке, может быть в России кто-то это тоже делает, но у моих родителей всегда такая жизнь была, что они были всегда... Извиняюсь, я сейчас смотрю за дорогой. Что они всегда, всегда, как бы сказать, настроены, что что-то произойдет, что что-то случится, что планы их нарушатся. И то есть я помню, как мы с братом, когда были маленькие, каждый день, как мы слушали сигнализацию, они поедут закрывать киоски, а я, ну или я и мой брат, мы старались, конечно, меняться немножко, но он на меня это всегда спирал, потому что я же младшая сестра. Да, да я, в принципе... Ну я обижалась тогда, сейчас-то мне это смешно, что, ну вот, что я сигнализацию эту каждый день должна сидеть в их комнате, слушать, что у них каждую ночь, представляете, вот у них могли некоторые недели, даже месяца бывали, что каждую ночь у них звучит сигнализация, и они встают и едут. Ну вот, и, божечки-то мои, какое это просто постоянное напряжение, постоянно это, извиняюсь, я отвлекаюсь на дорогу, постоянно это, ну как бы сказать, такое нервотребание в душе, что вот, ну вот сегодня мы не выспимся и поедем... Ну то есть они такие трудоголики, столько они работали, постоянно у них это 24 часа в сутки они работали, 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 просто, ну я не знаю, просто невероятная у них, как это у нас называется, забыла слово, ну ладно, господи, очень много, короче говоря, мои родители работали, но тем не менее, так как они очень много работали, хоть они и много работали, но они всегда уделяли нам время, мне и моему брату, своим детям они всегда уделяли время. Это такое качество, которое существует не у многих людей, я думаю, потому что они считают, что они должны работать, и работать, и работать, и работать, и этим самым они помогут дети. Вот когда я росла в школе, особенно у многих детей, не потому что у них родители плохие, но у них такие работы были, что, ну они не могли отвлечься, и эти дети, они многие, они сами себе были предоставлены, они многое время проводили, то есть сами с собой, на улице, то есть я, я вообще, я дома сидела постоянно, я только выйду на улицу там со своими подружками на улице потрещать, Наташа, заходи мыть посуду, потом я опять вымою посуду, уже вымыла посуду, уже все, наверное, домой пошли, я выйду на улицу, Наташа, заходи кушать, короче говоря, они мне не давали спуску, мне не давали вообще, мне все время вот так вот на поводке держали на этом, в ошейнике, и честно сказать, я немножко страдала по этому поводу, а с другой стороны, я сейчас, ну и сейчас я немножко иногда думаю, блин, вот мне бы, ну мне бы хоть чуть-чуть больше немножко на улице потрещать с подружками, вот, а сейчас я думаю, да, как это хорошо, что они меня держали вот так вот в жестких, в жестких таких условиях, в жестких условиях, потому как я не привыкшая болтаться, даже вот сейчас я не привыкшая болтаться, вот я люблю выйти там на улицу, ой, на улицу, на выходных куда-то, ну а так мне надо дома, мне надо дома что-то делать, и я по этому поводу не страдаю, я, то есть, не сижу и не рыдаю, мне, конечно, ну, я общаюсь с людьми, но, чтобы прям сидеть и плакать, о, мне надо целый день мне общаться, мне надо туда, мне надо сюда, нет, я сижу и делаю то, что надо, то есть, они мне привели такое качество, ну, тоже, как бы сказать, трудоголиком быть, и я вкалываю постоянно в этом доме, постоянно какие-то дела, постоянно что-то делаю, постоянно с этим Алексом, вот, и я не страдаю по этому поводу, ну, вот, про что я говорила-то, про то, что я не болталась, да, про то, что я не болталась, и потому что я не болталась, потому что я не привыкла болтаться каждый день, каждую ночь, где попала, чтобы я домой пришла в 8 вечера, это просто невероятно было, я один раз, помню, вышла с подружкой погулять, Господи, с кем же это было? По-моему, это было со Светой Абдусенко Я не знаю, если она смотрит эти видео Привет, Света, тебе И я маме сказала, что я приду домой 8 часов Может быть, это не со Светой было Вот, с кем-то другим Ну вот, я сказала маме, что я приду 8 часов Ну и я что-то болталась, болталась Думаю, так, сколько времени, сколько времени Я постоянно переживала, что я опоздаю Потом она меня повела на кошачьи В Алтайке Потом куда-то еще Я в таких местах в жизни не была Я там стояла, тряслась и думала Боже мой, где я нахожусь? Я же ведь все время дома сижу, что я делаю? Конечно, это мне впечатление Ну, что, естественно И помню, я опоздала домой Я пришла не в 8, а в 8.30 Я, наверное, у меня там давление 140 на 120 было У меня, конечно, никогда высокого нет Ну, это я так преувеличиваю Потому что я боялась, что мама на меня наругается Ну, и, конечно, сильно на меня не наругалась Но она была недовольна, так скажем То, что я не пришла вовремя домой Ну, я, как бы сказать, опоздала Ну, просто потому что я... Ну, машины же у меня не было Я везде пешком ходила Ну, вот Я, конечно, еще раз говорю Я переживала, что я там не болтаюсь Что я там... У меня там друзей нет особо иногда Ну, сейчас я думаю Господи, спасибо тебе, мамочка и папочка Что вы меня держали постоянно в томности Что вы мне давали какие-то работы Какие-то дела Какие-то кружки мне отправляли Особенно на английский Три раза в день... Ой, три раза в день Три раза в неделю я ходила на английский То есть, представляете, какие деньги Они тратили для того, чтобы я Изучила английский язык Я тогда, честно сказать, я ничего не понимала Ну, по-первых, в шестом-седьмом классе Думаю, зачем мне это надо? Господи, зачем я это делаю? Я ворчала, я там себе думаю Я задания домашние не делала Я просто... Ну, я недовольна в этом была Этим, так скажем Ну вот, а сейчас Я, в принципе, этим очень довольна Что мои родители не давали мне болтаться И заставляли меня учиться Что я приехала Вот приехала, когда я с мужем сюда С мужем познакомилась И когда я сюда приехала У меня не было языкового барьера То есть, я в любой момент могла Выйти на улицу и с кем-то поговорить Даже если я не общалась ни с кем Неделю, допустим, сидела дома Потому что я там не то, что боялась выйти Но я в новом месте, конечно И мне было страшно, я боялась Ну вот Естественно Я могла в любой момент выйти И хоть с кем пообщаться У меня даже не то, что там Как сказать, барьера не было У меня акцента особого не было Даже и сейчас Особенно сейчас Мне люди говорят Да, у тебя английский За эти последние 4,5 года Ну, те, которые меня знают Долгое время Так, улучшился Я говорю, да, конечно, спасибо Ну, любой Вот, он мне, в принципе Всегда хороший был Но особенно сейчас Он у меня улучшился Так как я общаюсь больше И уже прошла уже здесь 4,5 года Вот Конечно Конечно, я счастлива Что родители меня Выучили Такое мне Такое мне дали Такое мне просто Невероятное преимущество В жизни дали Изучить другой язык Сейчас я пытаюсь Учить испанский Сама, конечно, тяжело Но зато, знаете Вот у меня есть Вот эта основа языка Моя учительница По английскому языку Она меня, конечно, научила хорошо Я не спорю Я, честно сказать Своей учительницей Поругалась немножко Ну, не немножко Ну Как бы сказать У нас Не Мы расстались не очень Мне Я, конечно, не то, что переживаю По этому поводу Но мне это не очень нравится Потому что Все-таки Я Как бы то ни было Что бы между нами не случилось Я ей Благодарна За то, что она За то, что я вообще Ее встретила За то, что она Меня научила языку Без акцента Это просто невероятно Как я вот Мне спрашивают Где-то учила английский язык Я говорю А вот Была у меня тут репетиторша Вот Если она когда-нибудь Это увидит Это видео Она знает Про кого я говорю Я не буду это видео назвать Не охота Просто пока что Вот Она меня научила Языку Ну, просто Ну, что я могу сказать Невероятно она меня научила Просто Без акцента Без Вообще Я Ну, я, конечно У меня тоже, конечно Талант к этому был Я не спорю Что я Этой Как бы сказать Этому сыграла Очень большую роль Но сам тот факт Что я Выучила Ой Я Встретила Такого преподавателя Такого преподавателя И такую учительницу Которая меня научила И правилам И произношению И речи Разговор Ну, всему Что я могу сказать Конечно, мои родители платили Что Безусловно Без денег Этого бы не было Но Вообще Вообще Все Все, что это произошло И я у меня был Как бы сказать К этому Ну, наверное У меня к этому Талант к языкам И Учительница у меня Хорошая попалась И родители мои Старались То есть Все вот эти Совокупности Вот так вот Я хотела сказать Я иногда думаю Вот так же Ведь и получаются Талантливые люди То есть Родители Естественно Старания родителей Огромные Должно быть Потом Возможности Должны быть Денежные Материальные И Филические И Естественно Должны Попасться Правильные Преподаватели Правильные Учителя Ну что я хочу сказать Вам Я же поздравила С праздником Учителя Ну вот С праздником Учителя Да Это Конечно Учители по языкам У меня всегда Были Отменные Просто Потом У меня Учительница по Русскому языку Ой Какая Вообще Я Я наверное Дня не проходит И я вспоминаю Про свою учительницу По русскому языку Какая она Была Классная Она наверное И сейчас Классная Я не знаю Конечно Я давно не видела Давно Не общалась Вот Я очень счастлива Что она мне попалась Вообще Она мне многому Она учила Не только языку Но и Жизненным таким Мудростям Хорошим Благодаря которым Я сейчас Ну Как бы сказать Живу Вот И Потом у меня была Учительница Я когда училась В медианституте У меня была Учительница По латинскому языку Я ее тоже обожала Но я конечно Ведь У меня с ней Много Столько времени Не провела Но я ее просто Обожала Она этого не знает Может Она никогда Это не увидит Но я тоже Обожала Свою учительницу По латинскому языку То есть Были все эти Учителя Какие они Классные А Что я хочу еще Сказать Про какую учительницу Про учительницу Английского языка Тоже Которая Самая Самая Первая Господи Я Без обид Я наверное Не вспомню ее имя Людмила Людмила Юрьевна Ее звали Людмила Зовут Людмила Юрьевна Или Петровна Людмила Петровна Не помню Короче говоря Ну вот И она Она вообще В четвертом Или в пятом Классе У нас Такая Сформировалась Небольшая группа По английскому языку По изучению Английского языка И это было Такое все Ну в такой Игровой форме В принципе Это она Самая Самая первая Кто Мне Кто меня Познакомил С английским языком Допустим Первые вот эти Вот слова Первые вот эти Вот упражнения Какие-то Там игры Какие-то Ну вот Это она Самая первая Я ей тоже Очень благодарна Потому что Она Она была Вообще классной Я иногда Ее поправляла Помню На уроках Сидим Это уже было В десятом Или в одиннадцатом Классе На уроках Мы сидим И она Что-нибудь скажет Я говорю Нет Это неправильно Надо вот так Говорить Я своих Учителей Поправляла Ой Господи Что я вообще В школе творила Я вообще Как бы сказать Всех учила Меня тоже Кстати С праздником Учительница Потому что Я же тоже Всех учила Своих учителей Вот Я хоть их любила Но я их учила Тоже Я любила Я же хотела Учительницей стать Вообще По профессии Ну вот почему-то Я оказалась В мединституте Не знаю почему Ну я счастлива Конечно Что я там оказалась Вот Что я хотела сказать У меня Меня родители Поздравили Звонят мне В пятницу И говорят Наташа С праздником Тебе Я говорю С каким праздником Говорят Ой А с праздником Учитель Я говорю А что С чего это Учитель Я говорю Ну ты же любишь Сех учить Я говорю Ну ладно Спасибо Ну вот Посмеялись Запомнила Как я Ну я Родителей учила Я раньше родителей Боже мой Это было вообще Просто нечто Сейчас я родителей Перестала учить русскому языку Я раньше родителей Учила русскому языку Особенно папу Сому Как надо правильно говорить Как надо правильно говорить Как надо правильно произносить Вот Я сейчас перестала это дело Потому что я сама забываю Многие слова Я сама неправильно говорю иногда И Мне Стыдно Думаю Да Надо Надо самой сначала знать Чтобы Чтобы говорить Но когда у меня было 14-15 лет Мне было не стыдно Учить папу Русскому языку Так Кстати А что я начала видео Видео Начала я о том Что У мамы Подписчики Спрашивают О звезде Тоже Где уже Вот Звезда ваша Вторая Шучу конечно Я не знаю Никакая Где же ваша дочь И как у нее дела Дела у меня Хорошо Как видите Я еду У меня муж попросил За рулем Поехать Он все Всю флос Каждый день ездит На работу Ему уже надоело Я говорю Ну ладно Свожу я тебя За рулем Буду Модная Поеду за рулем Хотела я поехать На машине На машине хотела поехать Ну потому что дешевле Бензин на машине Говорит Нет Поехали на грузовике Ой На пикапе Потому что Его нужно тоже Использовать Потому как он Зачахнет Если Если не будешь Пользоваться Если не будешь Его включать Ну я не Ну как бы сказать Заводите И ездить куда-то Я говорю Ну ладно Ты прав Надо поехать Ну вот Поехали Поехали на своем Пикапе Все флос Ну вот С мужем тоже Все хорошо Алекс Он сидит Что-то там Болтает Ест Свои Претцелс Не захотел Он завтрак Ему папа Сделал завтрак Этот Намазал Как бы сказать Хлеб с этим Ну что-то еще Он ему сделал Фрукты какие-то Короче Вообще Папа молодец Он Брекфест Нам делает Вот И Судок Конечно Не захотел Он плакал 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 И Короче говоря В итоге Оказалось Я ему Претцелс Мои проблемы Проролись Да все флосы И тут Как сказать Тренировка идет Тренировка идет Или какой-то парад Тут наверное Я не знаю Честно О, это Хобо Дэйс Сегодня Это Хобо Дэйс Да, я думаю И мы приехали Покусить Покусить Голодные дома Не ели Покусить В кафешку Приехали И я хочу Покусить Субтитры сделал DimaTorzok 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 В принципе, всё, я уже поговорила, я что-то так устала, вообще у меня сейчас глаза закрываются, я не могу, соснул наш Алекс, короче говоря, пытаемся найти, покушать место.